Всем привет от Ютрэвл! И тебе привет! Это ты куда забрался? Да это ж соколиный камень! И как я сразу не догадался! Они на меня залезли! Локация зачетная! И лес, и река, и скала, а воздух какой! А почему ты один? Ехать надо всей семьей! Я хозяин соколиного камня! Это ненадолго! Маршрут на уикенды от Ютрэвл уже построен! Приятного аппетита всем, кто кушает! Нарезайте бутерброды! Мы начинаем! Всем привет! Это канал Ютрэвл! Вместе с вами сегодня отправимся в путешествие, которое для меня в жизни окажется первым. Никогда еще я не выбирался на природу, тем более в лес. Ну, в лес здесь ничего нет, посмотрите. Нам пришлось оставить машину из-за того, что дальше не проехать. А здесь у нас располагается соколиный камень. Это камень, который похож на сокола, если его снимать сверху. Почему меня сюда отправили? Потому что у меня фамилия Сокол. Поэтому прямо сейчас отправляемся. У меня оператор Андрюха, мы с ним сегодня будем общаться, да? Да, он тоже первый раз. Поэтому всем удачи! Ютрэвл, поехали! А поехали мы на Соколиный камень на машине. Из Екатеринбурга туда ходит электричка до станции Северка. Минут 40 и будете на месте. Тачку бросайте у родника, только имейте в виду. Если накануне прошел дождь, дорогу 100% размоют. Мы как раз вляпались. Вот дорога, по которой мы должны были проехать. Поскольку по ней не проехать, а мы о вас заботимся, дорогие наши. Если вы отправитесь сюда, здесь все, абсолютно все обработано от клещей. Поэтому можете приезжать, радоваться. При обработке внимательно, смотрите, не должно попадать на кожу. Но я честно скажу, я очень боюсь клещей, поэтому обработаюсь весь. Тем более запомните, аромат это самое лучшее воспоминание. А пахнет игриво. Сейчас по этой дороге в гору, 80 метров, налево пойдет дорога. А вы куда поедете? Я к себе на кордон. Это направо? Я прямо поеду. То есть нам не по пути? Ну спасибо, хоть дорогу подсказали. Что, оказывается, нужно идти не туда, куда мы шли и опрыскивали, а идти 80 метров вверх по горе. Ориентирую вас, пусть будет вот эта вот табличка. Находясь в лесу, соблюдайте простые правила. И вот этот вот шатер. Вода подлежит обязательному кипячению. Там, походу, родник. Пойдем посмотрим. Родник. Вода холодная, купаться сегодня не будем. Все, 80 метров вверх, идем налево и где-то там уже выйдем на какую-то трапу. Короче, сегодня запись буду вести на коптер. Вот. Я считаю классно. Могу повернуть влево камеру, могу повернуть камеру вправо. Он стабилизирует хорошо. И в любой момент я могу взлететь. Как я уже говорил, это мой первый раз в лесу. Сейчас жалею, что не взял с собой ребенка. Это же на 100% легкий семейный маршрут. Против Безмаловым мы прошли уже 5 минут. И мы уже в лесу. Дальше уже реально машина не проедет. Видите, здесь сломанный мост. Дальше только пешком. Очень хорошо, что мы взяли с собой все необходимое. Не забывайте, кроме того, что обработаться от клещей во время путешествия нужно взять с собой воду. Нужно взять с собой какой-то перекус. Нужно взять с собой одежду. Сменные носки лучше. Лучше вообще замотаться здесь. Также в выпуске расскажем, чего делать нельзя. Я бы не рекомендовал ее пить. Но на всякий случай в конце съемок расскажу, случилось со мной что-то или нет. Да, сами увидите, впрочем. Мы уже идем 20 минут. По дороге на самом деле очень красивая природа. И можно наблюдать камни, скалы. Но это пока не соколиный камень, это просто гора. По дороге фотографируйтесь на фоне. Да всего подряд. Еще одно место, где можно сделать несколько красивейших кадров. Но для этого вам нужен коптер. Но чтобы кадр был более красивый, а лучше поднять его еще выше. Мы прошли 20 минут. И это последняя развилка, которую нам придется преодолеть. До соколиного камня уже рукой подать. А здесь есть столбик, как ориентир. Возможно, на нем когда-то была какая-то табличка. Но сейчас просто идем по тропинке. Сворачиваем с нормальной дороги. Идем по тропинке, где уже точно не проехать. Соколиный камень. Одно из самых популярных туристических мест в Свердловской области. И пускай идти пешком от стоянки придется около 4 километров, вы их не заметите. Тропинки удобные. А какой аромат! Сосинки рулят. Не проходите мимо многовековых лиственниц. В 2-3 обхвата. По крайней мере, для неопытного туриста я научился вычислять места для привалов. Вот здесь отдыхали. Здесь уже есть даже скамейка, на которой можно сидеть. Да и дрова есть. Если посмотреть туда, там тоже очередное место привала. Поэтому, думаю, совсем скоро здесь будет очень много людей, кто пришел немножечко отдохнуть. Приятного аппетита всем пробушек. Давай, 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 давай. Не, ну так грустно получается, когда я шел вот так налегке. Зато идти не тяжело. Ну, классно, если бы вот здесь у меня стояла палатка. Здесь был мангальчик. Ну, ладно, мангал не нужен. Но хотя бы шампур, на котором вкусный маринованный шашлычок. Класс. Здесь у меня будет висеть одежда, которая сушится. Потому что, ну, что здесь не первый день моих друзья, которые веселятся. Ну, и, конечно же, вот эта вот газировка. Здесь могла оказаться и ваша газировка. Поэтому свяжитесь со мной. U-Travel продолжает заботиться о всех тех, кто повторит этот маршрут. Поэтому продолжаем обрабатывать от клещей. После сладкого обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Но времени спать у нас нет. Собираемся спускаться вниз. Видим, что там впереди река. Правильно мы идем или нет. Нет, пока не знаем. Потому что интернет отказывается уже работать. Для тех, кто хотел идти более обычной тропой, если посмотреть вот справа от меня, то там мостик, по которому можно пройти. Но я пойду по другой дороге. Ну, честно говоря, это вообще небезопасно. Но я сейчас побегу. Смотри. Опасность. Мое второе имя. Вот приходили. Помочь вам? Сами сделаем. Вот ручей. Вот так вот тут тропинка. Вот придете, ручей увидите. Правая тропинка. И вот с той стороны. Вы оттуда шли, да? Отсюда шли. А, отсюда? Ну, тут вообще хоть кайковая дорога. Вот оттуда. Вот наверх. И туда. А машина у вас какая? Короче, мы шли не с той стороны. Это раз. Без разницы хоть с какой. Везде красиво. Горы по колено. Горы по колено. Горы по колено. Если держишь шаг, никаких потерь. Просто наступает время. Все, продюсер, звоните. Время разложить нашу жизнь по местам. Мы потратили ровно 60 минут, для того, чтобы добраться до этой точки. А это подножье горы, Соколиный камень. Сейчас будем подниматься. Но час мы потратили, при том условии, что мы останавливались фотографироваться, снимали видео, пилили какой-то полезный контент, делали небольшой пикничок. А сейчас рвемся вверх. Горы по колено. Горы по колено. Горы по колено. Очень, кстати, просто сюда всходить. Никакой сложности вообще нет. Говорят, здесь где-то на ледянках зимой катаются. Посмотри вниз. Это очень опасные какие-то дети. Но нет, с другой стороны, видимо, есть специальный склон. Когда я окажусь на пике, это будет 350 метров примерно над уровнем моря. На восхождение у меня ушло около 3 минут. На всякий случай. Вот нет каких-то острых углов. И вид открывается, правда, божественным. Просто посмотрите. Вокруг красота. Некоторые макушки деревьев мешают. Но это не передать словами. Просто понаслаждайтесь под красивую музыку. Высота соколиного камня всего 350 метров. Несмотря на это, со смотровой площадки открывается отличный вид на лес и поля. У подножия, кстати, можно и палаточку поставить. Всем привет от YouTravel! Вот он, соколиный камень. Вот он, собственно, сокол. И заслуженный отдых. Я хозяин соколиного камня! Внизу течет речушка Северка. Обязательно спуститесь к ней. Такое ощущение, что я иду по спинам маленьких бегемотиков. Их так и называют. Вот, камни водой очень обточены. Они очень округлые, красивые. Река сейчас шумит. В мае ее найти очень просто. Не знаю, как будет летом, потому что говорят, что здесь такого течения нет. Справа от меня огромная поляна, где можно разместить целый палаточный городок. Устроить какой-нибудь классный рок-фестиваль. И самое ужасное, что я только что обнаружил, там есть дорога. И видно, что автомобили сюда как-то проезжают. Хочется дать огромное спасибо каналу YouTravel, что дали мне такую возможность почувствовать себя туристом, путешественником, любителем живой природы. Потому что, находясь здесь, ты пребываешь в каком-то неимоверно крутом состоянии. Одни плюсы. Вы не услышите своих детей. Даже просто сидя здесь у дерева, я понимаю, что это классная локация очередная, сделать какие-то фоточки. Советую однозначно сюда ехать. 40 минут в пути, 30 минут в дороге пешком, 40 минут в пути на автомобиле, 20 минут пешком, быстрым шагом. И вы уже наблюдаете всю эту красоту. На скалы, кстати, забраться несложно, поэтому даже если вам уже 100 лет, вы их сможете покорить. Никогда не поздно начать увлекаться путешествием. Дорогие путешественники, помните, в самом начале этого выпуска мы наблюдали этот мост? Я ищу пил воду. Так вот, если перед ним свернуть налево, а для вас, глядя на мост, направо, то вы сократите путь в два раза. А значит, сожжете в два раза меньше калорий. Но вы не увидите муравейника, и там территория не обработана от клещей мною, а там я все обработал. Спасибо вам, оставайтесь с нами.